В городе Ревда проходит акция Стоп Вич Спик. На площади у торгового центра Камео работает экспресс-тестирование. Эта акция организована администрацией города Ревда совместно с автономной некоммерческой организацией Дорога к Жизни и Центре по работе с молодежью. Сегодня уже прошло экспресс-тестирование более 20 человек. Все результаты отрицательны. Этой акцией мы хотим привлечь внимание к актуальности проблемы ВИЧ-инфекции в нашем городе. Именно благодаря таким массовым мероприятиям мы надеемся победить это страшное заболевание в нашем городе. Сегодня у нас проходит мероприятие, посвященное Международному дню памяти людей, погибших от СПИДа. Мы хотим вам задать вопрос. Добрый день. То есть нужно вытянуть? Прочитайте, пожалуйста. Есть ли бытовые ситуации, которые могут привести к заражению ВИЧ? Если есть, то какие бытовые ситуации? Ну, на мой взгляд, смотря, наверное, какого вида ВИЧ? ВИЧ-заболевание, оно же бывает... Скольки видов? Открытая форма там или что? В стадии. В стадии, да. Ну, скорее всего, наверное, есть такие ситуации. Если есть, какие? Если честно, я не знаю. Хорошо, мы вам подскажем. Есть, допустим, ситуация, когда человек пользуется средствами личной гигиены чужого человека. То есть, если этот человек болеет ВИЧ-инфекцией и в рамку случайно попадает кровь с зубной щетки или бритвы, то человек абсолютно здоровым может заразиться ВИЧ-инфекцией. Где наш врач? Что мне это точно не грозит. Добрый день. Добрый день. Вот вам информацию. Буклет. Да, знакомьтесь. Будьте здоровы. Спасибо. Буду здорова. Бытовые. Ну, я считаю, с курица можно завязываться. Хорошо. Еще какие есть ситуации? Ну, физическое, сексуальное, секс. Можно же под сексом заразиться. Воздушно-капельным путем заразиться можно, я считаю, да? Нет. ВИЧ-инфекция передается только через биологические жидкости, такие как кровь. Все. Возьмите ленточку, пожалуйста, и прикрепите ее к нам на стенд. Вы поучаствовали в нашем вопросе, приколох ленточку на наш стенд. Все. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Сегодня, как вы знаете, ну, не знаете, проходит мероприятие, посвященное Международному дню умершим людям от СПИДа. И мы хотим задать вам вопрос. Пожалуйста, выберите. Зачитайте. Как вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить жизнь ВИЧ-инфицированного пациента? Ну, конечно, есть, раз инфицированные люди живут долго, и им это не мешает даже жизни спокойно. И, конечно, есть лекарства, которые продлевают им жизнь. Это правильный ответ. Пожалуйста, получите ленточку. Пожалуйста. 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 Можно ли заразиться в ВИЧ через укусы крыла? Это правильный ответ. Вы получаете сладкий приз и ленточку. Ленточку, пожалуйста, приколите вот на этот стенд. Всего хорошего! ВИЧ-инфекция Бытовые ситуации, вы правильно сказали, это то, что происходит дома. Если вы знаете, то ВИЧ-инфекция передается через биологические жидкости, такая как кровь. Ну, это я знаю, да. Я не болел, поэтому как бы... Пример такой, допустим, если человек использует зубную щетку ВИЧ-инфицированную, то есть, допустим, у него кровоточат десны. И все вот так. Спасибо. Так, пожалуйста. И раз вы не смогли ответить сразу... Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня проходит мероприятие, посвященное дню всем погибшим от спида. И мы хотим задать вам вопрос. Пожалуйста, выберите и зачитайте его вслух. Как вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить жизнь вечно инфицированного пациента? Да, я считаю, что да. Это правильный ответ. Вы получаете сладкий приз и ленточку. А, ленточка у вас уже есть. Проклейте ее обязательно на стенд. Сегодня у нас проходит мероприятие, посвященное дню погибших от спида. И мы хотим задать вам вопрос. Пожалуйста, выбирайте. Зачитайте его вслух. Как вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить жизнь в ВИЧ инфицированного пациента? Ну, я думаю, что сейчас уже придуманы такие, наверное, лекарства. Вот, если честно, я не знаю. Но я надеюсь, что уже придуманы такие лекарства. Да, такие лекарства существуют. Инфекцию можно постепенно уничтожать. Это правильный ответ. Вы получаете сладкий приз и ленточку. Спасибо большое. Ленточку, пожалуйста, прикрепите вот на этот стенд. Ага. Пойдем. Подписывайтесь на наш канал.